Тили-тили-тили-тили-тили-ли-ли-ли Итак, сегодня понедельник. Сегодня у нас очередная встреча со зрителями на тему создания. Но мы решили немножко этот формат видоизменить. Сегодня он будет в последний раз в таком виде. А дальше у нас пойдет новый формат. Создание продолжится с 18, но до 19 часов ограничено В этом формате мы будем с вами опять что-то создавать Но, судя по всему, наверное, больше то, что хотим мы, а не то, что хотите вы Потому что вопросы, которые были, есть провокационные, а есть вопросы, которые не содержат смысла И мы тратим на них время Если раньше у нас было 2 часа, трать времени сколько хочешь То теперь в час, чтобы вложиться, все-таки давайте будем брать конкретные создавалки Вы даже можете писать нам их в личку заранее, до понедельника Пишите, давайте мы создадим то-то и то-то Чтобы не терять время Чтобы мы не теряли время, мы себе возьмем, заметим на бумажку И просто в понедельник мы с вами будем создавать А вы будете внизу писать, что из этого проявилось, что не проявилось Потому что, например, сейчас происходит событие в России Мы понимаем, что мы с Ириной год назад их обсуждали И обсуждали их как со стороны плюсов, так и со стороны минусов То есть человек считает, что это непредвиденные катаклизмы А это закономерные катаклизмы, и они нужны Точно так же, как есть определенные события, которые уже были в США И они еще будут в США Точно так же, как определенные события на Востоке Которые сейчас могут использоваться в качестве пугалок Но, понимаете, одно дело, когда ты посидел там за закрытыми дверями Где-то поговорил на эту тему Другое дело, когда мы вам показываем Вот это создает ваше сознание Мы показываем это с погодой Я, кстати, сегодня оставила один комментарий Там человек так на тему погоды Начал говорить, что типа коллективная Создает погоду Там есть смысл Но коллективная не создает погоду Она поддерживает автомат А если мы говорим о создании То это создает индивидуальное Осознающее себя Автомат он не создает Он выполняет свою программу Просто по программе Компьютер задает декорацию Все, и ты в этих декорациях Либо ты пустая ходилка, стрелялка Либо ты осознаешь, что это твое сознание создает Тогда ты создаешь все Но как вы это поверите Как к этому прийти Это все про расширение сознания И многие вещи мы вам просто показываем Как это работает Чтобы это не было пустыми рассказами Как в буддизме куча сказок, казалось бы И при этом Ну вот вроде даже там есть и продвинутые сказки Можно встретить Но при этом все равно весь народ Молится мужскому члену Стоящему посреди храма Не степ ли это Почему вы не задумаетесь на эту тему Если вы задумаетесь Вы увидите везде степ Везде степ То есть наше подсознание стебется По полной в этой игрушке Под названием жизнь Поэтому вот моменты по созданию Мы будем тренировать Но уже так, чтобы было Ну не одно-два создания растянутое Да, во времени А конкретно взяли и сделали Вот Это один формат И дальше с 19 часов Мы предлагаем формат вопрос-ответ Как у нас и был С конкретными вопросами-ответами С 19 или с 20? С 19 до 20 Один час С платформы Subrition Subretion.com Для этого надо там зарегистрироваться Открыть кабинет Оплатить один доллар Один Потому что бесплатно там Невозможна трансляция И С этой платформы В закрытом режиме Вы будете задавать Свои вопросы Мы будем с ними Работать Ну как вот было Как и было до этого До этого На стримах Но в данном формате Не все вопросы Опять-таки Будут Мы будем успевать Задать Поэтому те Которые будут идти С благодарностями Они будут идти В приоритете Те, кто Хотят просто Поприсутствовать То есть они Либо просто Присутствуют Либо Уже в порядке Очереди Как идут их вопросы Так мы и будем На них отвечать То есть этот формат Мы сохраним И кстати идею На это подали Наши слушатели Они говорят Почему вы в таком формате Не хотите сохранить Для своих Для тех Кто уже не просто Там широкой аудитории Пришел Раскрыв клювик И ждет Там И стебется И пишет Какие-нибудь глупости Нет А для тех Кто действительно Занимается Кому нужна помощь Кто хочет спросить Реально по делу Нам идея понравилась Мы решили ее реализовать Поэтому она уже будет реализована Со следующего понедельника То есть у нас будет Уже не два мероприятия Три мероприятия В шесть часов В семь часов вечера И следующее Будет в восемь часов вечера И там будет интересная тема Потому что уже сегодня Она будет реализована Первый раз Мы будем вместе с вами Расшаривать информацию Новую Новую Ну казалось бы Ну как же Мы уже с вами Там когда-то Там пять лет назад Это делали Ребята Объясню Почему у нас возник Такой интерес С одной стороны Это тренировка Для тех Кто с нами идет С другой стороны У них будет появиться Возможность Зацепиться За новый информационный слой На прошлой неделе Будет в эту пятницу Продолжение Томбр Начинаешь эти вещи Смотреть То есть Казалось бы Позже А что тогда будет происходить С его телом Я всего лишь один вопрос Задала Как возможность А ведь эти возможности Есть И таких вопросов Вот у меня Например В голове Я ночь Вот когда мы это Открыли В психике Я ночь Не могла спать У меня шла Такая движуха В сознании Просто нереальная Потому что Я понимала Что Я Ну я реально Выпадаю От интереса От того Что Что можно Еще утворить Да А на самом деле Очень много Много можно утворить Более того Мы обнаружили Что есть люди У которых записан Например Один сценарий А рядом с ним Находится второй сценарий Они примерно В одно время Но как будто Есть выбор Например Ты умрешь От инфаркта Или ты Умрешь Разбившись ДТП Вот как вариант Да Но при этом Время примерно Одно и то же Почему так То есть Если не одно То другое Ну Большинство Большинство Один вариант записан Но вот Есть люди Или вот там Есть болезни Есть насильственная смерть От чего Это зависит Где будет Эта точка выбора Она будет Прямо в моменте Здесь и сейчас Или там Будет предложено Заранее Или еще что-то Почему есть такие Люди Есть такие Или это связано С какими-то Верованиями Или это будет Православие Или это будет Буддизм Или это будет Поклонение Богу Кузе То есть Все равно Там лежит Ну порядка Ну пока мы Нашли порядка Десяти вариантов Может быть Если мы прогоним Больше людей Мы еще там Десяток найдем Да Может быть Но суть в том Что прописано Ритуалами Вот конкретно Ритуалами Прописано И прописана Именно суть Что будет Если ты там Будешь Публичный человек То там Одна картинка Если ты там Будешь Просто у тебя Будет жизнь Лбом А пол У тебя будет Другая жизнь Другая картинка Если ты будешь Там атеистом У тебя там Будет третья картинка Если ты Весь такой Будешь Тянуть на себе Крест То там Этот крест Ты тянешь И там Вот Причем Наше Подсознание Очень круто Стебется Потому что Это выдается Именно по чувствам В таких образах Невероятных И интересных Вот Поэтому Мы решили Что Интересно Туда сходить Не только нам Но и взять С собой Тех Кому это интересно Кому тоже Да Интересно Вот И поэтому Мы решили Что вот с этого Понедельника Начиная Кроме того Мы будем Ставить там Самые сумасшедшие Вопросы Например Можно ли Вырастить зубы Да Пошли в психику Мы понимаем Что это Вот один Вот этот Слой психики Где записаны Вот Эти программы И Возможно Обратная связь От людей Нам будет Помогать Где зафиксировать Своё внимание Куда нам Входить Да Потому что Ну объёмы Информации Невероятные Мы не можем Объять Вот необъятные Это то же самое Что Ты ныряешь В океан За жемчужиной Ты не знаешь Где та жемчужина Лежит А ещё Она ещё И в ракушке А ещё Она и неизвестно Какой формы Да Или какого там Веса Образно То есть Не знаешь Ещё и куда Выйдем На самом деле В процессе И что в процессе Найдём Вот Поэтому Мы решили Что Это сейчас Важнее Чем Те коллективные Погружения Там что мы давали Или там Повторы какие-то В принципе У нас очень много Материалов Которые вы можете Взять на Сабриши Не просто купить И сделать сами Мы там для этого Не нужны Да Поэтому Вот новые вещи Там в лекционном формате Мы потом будем добавлять Но сейчас Важнее Вот этот формат Поэтому в ближайшее время Мы его будем использовать Если вам интересно Подключайтесь Это будет вместе с нами Это будет в прямом эфире И мы и вас загрузим И вместе пойдём И те кто смогут Зацепиться за этот слой Те просто с нами Туда войдут И потом смогут Там тоже Пробовать Работать Предупреждаю Те кто занимался Регрессивным гипнозом И нет опыта В инфодайвинге Для вас это будет Просто Увлекательное путешествие В гипноз Потому что Всё-таки Инфодайвинг Для того чтобы Сделать вот этот переход В парасомномбулическое состояние Нужна дополнительная тренировка Вот Это из тех новостей Которые у нас Самые-самые Кроме того Ребят Мы приготовили сюрприз Мы едем в Москву Мы в Москве Опять будем с вами встречаться Мы будем встречаться с вами Вживую Семнадцатого мая Семнадцатого мая Это пятница И с семнадцати часов Семнадцатого мая Семнадцати часов Начнутся занятия Первый час У нас будет Вопрос-ответ В живом формате Нам понравился Вот этот вопрос-ответ Который С нами у нас был Когда мы были Двадцатого марта Да, последний Наш приезд Он был результативный То есть Мы получили Офигенную обратную связь И мы видели Как резко изменилась Жизнь людей Просто от прямого общения Резко Настолько резко Что у людей Просто как поменялась жизнь И поэтому Вот эта обратная связь Нас заставила задуматься Что На самом деле Мы уже не раз замечали Что Ты только приезжаешь Куда-то Начинаешь общаться с человеком Делаешь Ну вот буквально Мы же не лезем в жизнь Человеку Вот там такую поправочку Ну вот зачем ты Вот так вот делаешь Один вопрос Человек так Хлопнул А потом человек Тебе пишет Через неделю Слушай, все так разрулилось Поменялось Вообще Просто вот раз И все перевернулось Мы об этом уже замечали Это не раз Потому что Внимание свое Направил на человека И человека Отпустило А Вот на личных встречах Тогда Когда мы были И мы это тоже заметили Конечно Нет всех Была обратная связь Но те люди Что нам написали И мы решили Это сохранить И А почему нет Первый час Делать вот такой вопрос Ответ Для тех Кто не может Позволить себе Консультацию нашу Но при этом Если у человека Действительно Есть крайнее состояние Вот как мы вылавливали Когда там Прединфарктное состояние Или там Онкология В развитии Или Или И ты человека Выдергиваешь И человек Выходит Человек выходит Не обязательно Играть в эту игру Поэтому Мы решили Что мы в Москве Начнем Первый час С 17 До 18 Будет вопрос Ответ Такой живой С работой С людьми И дальше У нас будет 4 часа Первый час Следующий час Мы будем Учиться чувствовать Запускать в теле Процессы чувствования Причем Так как мы будем Все вместе Сидеть в одном круге То будет Использоваться Физиология Что такое Научиться чувствовать Оживать будем Оживать будем Да Потом мы будем Сделаем Такую практику Перезачатие Пройдем Инкарнационный Цикл Заново Отрубим Прошлое И отрубим Карму Вот это мы Сделаем Потом Мы развернем Разворот В здоровую Жизнь И Будет заявка На счастье То есть Переформатирование Жизни В вариант Разворота К себе 4 блока 4 погружения С конкретной Работой Ну в принципе Это вы можете Почитать на Сабришине Субретен Точка ком Это будет Ити Одним блоком Один входной Билет На все мероприятие Почему так? Потому что Не надо Чтобы тегались люди Когда все работают Либо вы приходите К началу Либо вы не приходите Со всем Да И опять таки Для тех Кто участвует Онлайн Это будет Дороже И это Будет Без участия В вопросе В ответе На Онлайн У нас не будет Возможности Отвечать На ваши вопросы Но при этом Вы сможете Слушать И возможно Подчеркнете Что-то Для себя Важное В вопросах Других людей Поэтому мы Приглашаем Приезжайте Вочно Это и дешевле И больше Прямой работы С вами И нам И нам Интереснее Да То есть В данном случае Мы исходим Из своих интересов Нам это интереснее Возможно Мы придумаем Дополнительные Сюрпризы Потому что На сегодняшний день Мы глубоко В психике Многие вещи Оттренированы У нас Получается Быстро И какие-то вещи Мы сможем И В отработку Взять Вплоть до Личной отработки Посмотрим Это все Ну Следите за тем Как будут Развиваться события И регистрируйтесь Встреча будет В привычном нам Зале В центре Шамбала Там где мы Встречались Всегда То есть Марксистская 9 Туда Приезжайте И участвуйте Регистрация Через платформу Сабришин Уже размещена Уже можно Покупать Входные билеты При этом Смотрите внимательно Онлайн Дороже Живое Дешевле Живое Участие Вы покупаете Билет на само Мероприятие Которое будет В Москве Это касательно Москвы Но это не последний Сюрприз Ребята Мы решили Что Россия Большая И в этом году Мы решили Слетать На Байкал Помогла нам В этом Надежда Она нас Предложила Предложила Пригласила Расписала Как-то мы Про Байкал Не думали Да Мы висели Что это мы думали Сначала Сначала мы думали Европу А да У нас была Европа В планах Сначала мы думали Европу Потом мы посмотрели Очереди на границы И говорим Пускай идет Эта Европа Пускай отдыхает Да Вот в опу Она пускай идет После этого Мы решили Казахстан И Иссык-Куль Это Кыргызстан То есть Соединить Две страны Казахстан Кыргызстан Но вы знаете В свете Последних событий Мы как-то Повисели Посмотрели И думаю Мне Казахстан И Кыргызстан Не успеют Отойти К тому времени И мы Решили Отказаться От этого полета И Тут появился Байкал Тут появился Байкал Иркутск Иркутск Еще была Европа Через Финляндию Вот тоже интересно Мы на машинах Думали Через Карелию Проехать И проехать По скандинавским Странам Но вот интересно Только эта мысль Пришла Дима прибегает Мама Поехали Через Питер Карелию Там вон Проедем Там потом Вернемся Через там Паромы Чехия Потом Германия Все такое И вот буквально На завтра Финляндия Объявляет О закрытии Границы С Россией Я как начала Оржать Говорю Видишь Как здорово Наше подсознание Показывает Не туда смотришь Не туда смотришь Не туда Давай смотреть туда Туда Байкал С Байкалом Все начинает Интересно Складываться Мы уже смотрели Авиабилеты Мы смотрим Отели Мы смотрим Варианты И мы решили Что мы все-таки Обсуждали Провести встречу И возможно Какой-то курс Или вот такие же Погружения Либо-либо То есть В данном случае Мы к вам Будем обращаться Те, кто хотят Принять участие В этом мероприятии Вы напишите Что вам будет интересно С какой стороны Зайти Да, с каким мероприятием Потому что мероприятие Еще не создано И мы думаем Что это все-таки В Иркутске А не на Байкале Потому что У каждого на Байкале Свои планы Там очень много Вариантов Разных Для путешествий Для отдыха Кому-то нравится одно Кому-то другое У кого-то Один ценовой диапазон У кого-то Другой ценовой диапазон И вообще Байкал Это очень личное Это не для Групповых Поездок То есть Там семья А в Иркутске Мы можем с вами Все дружно встретиться И дальше Каждый для себя Решит Либо он Путешествует Либо он не путешествует Либо он только На мероприятия приехал То есть Мы задержимся В Иркутске Тогда получается Не на день А на два И проведем Все вот эти С вами мероприятия Может на три Вот я посмотрела Что красивый город Там есть что посмотреть Ну и Такой привязки К авиабилетам Нету Потому что Много самолетов Летает Причем Очень интересную Закономерность Для себя Отметила Вот если ты сейчас Посмотришь Авиабилеты Получается Если ты захочешь Купить заранее билет То он стоит В три раза дороже Чем если ты Берешь его За две недели То есть Вообще Вот международка Вся работает наоборот С точностью Да наоборот Вот А здесь Это так работает Ну так 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 Поэтому Главное увидеть Эту возможность На самом деле Да Не слепо все Надо билеты И берешь Да А увидеть Ориентировочные Даты вылета Мы потом Объявим Когда поставим Мероприятие Где-то С 25 июля Вот в этих рамках Конец июля Конец июля Мы планируем Последнюю неделю июля Первую неделю августа Провести на Байкале Если вам это интересно То вы сможете К нам подключиться Но тогда и пишите Какие еще Вам интересны И Опять таки Если там есть Какие-то интересные Шаманы Люди С кем можно Встретиться Мы с удовольствием Интересные люди Такие Которые глубокие люди Да Интересные И не вот эти Шалтай-болтай С губном Которые гипнозом Занимаются Да А именно И называют себя Я там Дух леса У-у-у И приезжает Такая Дух леса И смотришь На нее Бля Шиза Не-не-не Если есть Серьезные люди Если есть Действительно Шаманы Какие-то Нормальные Такие Местные То Можно с ними Увидеться Пообщаться И Почувствовать Их И посмотреть Кто чем дышит Очень интересно Было бы Да На самом деле Чувствую Что есть Есть вот с кем Там пообщаться Главное Выйти Потому что Именно С шаманами С той местности У меня встреч Не было У меня вообще Никогда не было Если вот Брать У меня вообще Никогда не было Абсолютно И мне очень Вообще Было бы интересно Очень встретиться Просто Прочувствовать Человека Ритуалы какие-то Посмотреть Если у них там есть В это время Какие-то Не цирковых Вот именно Людей Ну понимаете Не шоу Не цирковых А действительно Глубоких Людей Вот таких Мне хочется То есть Мы туда едем Семьями Мы туда едем Большой компанией И интерес Кстати Я практически На все эти Вот шаманские Штуки И на встречи Ездила всегда С семьей Это помогает Быть адекватной Потому что Я сама по себе Человек увлеченная Я очень быстро Так А потом так Хлоп Муж Так Раз Одну фразу Два Так отрезвляюще Либо наоборот Было когда Он так А я ему Слышишь Чувак Это сектор А вот кстати Ты сейчас говоришь О чем Об инфодайвинге На самом деле Почему два человека Должно быть Иначе Ты можешь улететь В искажение Даже не заметишь Да А когда у тебя Есть близкое зеркало Вот здесь Уже без вариантов Что у тебя Есть возможность Не улететь Поэтому Мы за адекватность И С удовольствием Поделимся С вами Нашим мнением Да какая же Все-таки Психотехническая база Используется Там Ведущими шаманами Работает она Или не работает Если работает То на чем Мы сможем Это из психики Из глубин разложить И показать Уже основываясь На нашем опыте И на наших знаниях Что при этом Делает шаман Потому что Вы знаете Разложить можно Любого Любое действующее лицо Точно так же Можно приехать Вот в церковь Посмотреть Как В этих бесов Выкатывают Но можно и не ехать Вот так Смотришь Вот тут у нас Под Смолевичами Устроили Шабаш А ведь на самом деле Они делают людей Психически больными То есть Вот То что Сейчас происходит В Белоруссии То что здесь есть Например И то что идет Под эгидой Православия Это конкретно Индуцирование Психоза У населения И это конкретно Заражение Психики Заражение Психики Когда Ориентируется На одного А фактически Все кто Присутствует Заражаются И потом у них Ну Протекает крыша И дальше Их в свое время Надо будет лечить По-хорошему Новинки ждут Новых пациентов На самом деле Это так просто делается И вычисляется Так просто Все вот эти Я их не видела Да Но где-то Что-то коснулось Где-то там От тебя слышала Про этих Бесов В уманивании Да Насколько это Легко Вообще Можно сделать Потому Почему Когда ты Знаешь Хоть Ну Психику Да Хотя бы даже Как устроена психика Хотя бы даже На уровне религиозной То вычислить фанатика У меня идея Вычислить фанатика Легко А Как правило Это множественное Количество И на них Просто цирковые фокусы Показываются Это Ну вот просто Массовый гипноз Это же всегда Бесконтактный бой Вот с крестом Видели это видео На ютубе есть Ну Падает один И вся цепочка упала То есть это Дальше уже цирк пошел На дроте Это все не про это Идея Ты пойми Смотри Вот человек Вот так выкатывает И индуцирует Он наносит вред Он крошит им зеркала А что если в это время Мы ставим Зеркала И все вот это Возвращаем ему И тогда он в это время Крошит себя И он прямо в моменте Здесь и сейчас Предстает перед собой При этом Предстает перед собой Вам Смотри как получается Прямо в момент Сдвинуть Я поняла Он Человек Крошит Вот Осознанно Да Делает фокус Образно Он Да Фокус А ведь Отражение Зеркал Зеркал там много И весь этот Фокус Так оно будет Возвращаться ему В течение Эного количества Жизни А так это одновременно Сразу А так одномоментно Бахнуть И посмотреть Как долго ты проживешь Чувак Мне даже интересно На самом деле А еще сравнить с тем Что у него записано По продолжительности Жизни На самом деле Это все очень интересно Интересно Таким вот Такого случая Я прям Зраницала Просто сразу Фу Тоннель Такой для вас Мало того Я уже вижу Что происходить будет Я вижу Что происходить будет А вот это Уже действительно Назвать это шоу Можно назвать Это шоу Но это будет Прям И при этом Смотрите Это не влияние На человека Это не кара небесная Нет Это человек Делает И получает В моменте Здесь и сейчас Отражение Что он делает Просто он получает В момент сдвинутое Это не растянуто Во времени Что он получит В следующей жизни Инвалидную коляску Или через жизнь Или еще Еще Подождите Зачем Чтобы он мучился Много жизни Вот в моменте Здесь и сейчас Все одномоментно Это вот как молния Ударило в башку Запрещен законодательно Запрещен Еще после Кашпировского И после Алана Чумака Там было законодательство Исменено При этом Запрещено Везде Кроме Религии Религии этим продолжают Заниматься И продолжают Заражать людей Индуцируя Но Нам интересно Что при этом У шаманов происходит В глубинках России Такая ли же Это муть Или там есть Что-то интересное Очень Если там есть Действительно Знающие люди То Если там есть знания То тогда у нас будет Общий язык Для общения Если там Вот такая же Хренотень То Тогда у нас будет Возможность Поэкспериментировать Но в любом случае Это интересно И чувствуется даже Что есть много Шаманов Которые Вот просто Как религия Дублируют Ну Как это сказать Знаешь Нашли знания И их повторяют Просто Вот Как написано Рецепт Да Образно И рецепт делают Автоматически Автоматически Да А есть Те Кто Именно Обладают Этими знаниями Вот тут уже Не рецепт Тут это внутри Вот это интересно Угу Поэтому Кому интересен Байкал Подключайтесь Все равно Удержаться От экспериментов Мы не сможем Все равно Будет интересно И мы посмотрим На Ту Россию Которая Угу Сибирь Которая Очень интересна В которой мы не были А которой нас слышаны Много Да Очень интересно Было бы побывать И вот наконец-то Побывать Это Круто Хочется даже Вдохнуть Этот воздух Такой ли он Воздух Как он Как о нем Слышал Да Посмотреть в глаза Людям Это именно там Те, кто приезжал К нам Оттуда Это одно Когда приезжает человек У него все равно Меняется взгляд А вот именно На своей местности Вот посмотреть в глаза Увидеть Почувствовать Вот это Вот это круто Это как Посмотреть Ну я образно Сейчас скажу Это как Посмотреть В лесу В диком лесу Дикому зверю В глаза Но это образно Чтобы было понятно Насколько То есть Природное Природный Вот этот Природный взгляд Природное состояние Хочется Потому что Когда уже Приехал Оттуда Куда-то Ты хочешь Не хочешь А меняется Уже этот Дикий зверь Природный Ну образно Да Я же говорю Образным сейчас Он уже Одомашненный Он уже мягкий А вот хочется Прям Вкусить Вот это Живую Ты знаешь Ты говоришь Как будто У тебя тоже Представление В голове О том Что там Медведи бегают А не У меня даже Не было Вот этого Нет Это европейцы Обычно Так представляют А медведи У нас бегают По Могилевской трассе У меня Я поняла У меня Кстати Ты мне даже Сейчас сказала Я удивилась Потому что У меня не было Вообще У меня просто Пришли Вот такие Образы На словах У меня даже Не было Мысли Я именно Глубоко Я глубоко Говорила Про природу А природу Тоже там Интересно Посмотреть Да Так я же говорю Мне очень хочется Очень Очень Вот именно Прочувствовать Такая ли она Как Сложилась Из описаний Из чьих-то слов Вот так Хочется И в мае И в июне У меня цветет Она как раз В это время Плодоносить начинает Она невероятно Вкусная Охрененная Поэтому мы вообще На начало августа Никуда не едем Потому что У нас Куча ягод Куча Куча всего Вкусного Да И поэтому Ты уезжаешь На пару дней Приезжаешь И это все Ну реально А тут Вырваться Там на 10-12 дней Получится Что Но при этом Мы вырвемся Потому что Понимаем Что в другое время На Байкал Ехать Надо ехать Когда там тепленько Когда тепло Да А там тепло Июль-Август Поэтому Если вам интересно Подключайтесь И Байкал И 17 мая Москва Ну и плюс Мы продолжаем Эксперимент Вот все Что связано Со сносом Религиозных программ Уже идет В пятницу В отработку У нас снова Будет отработка И все Что связано С продолжительностью Жизни Опять-таки Идет В эксперимент Уже Уже Мы не просто Так поставили Этот эксперимент Эксперимент Да Он на самом деле Это молодость Там молодость Да Это Чтобы вы понимали Эксперимент Это не готовый Какой-то блок Который мы вот Собрали Из чего-то старого И пытаемся Нет Мы каждую неделю Мы работаем Находим И вот это все Живое Пробуем Поэтому мы Предложили людям Вы хотите Участвовать Нам нужны люди С которыми Мы можем Это все пробовать На которых Мы можем смотреть А как у тебя Как у тебя Как у тебя Как это устроено Насколько мы разные Либо есть какая-то Система Либо еще То есть Это новые слои Психики Очень глубинные И поэтому Здесь нам Нужны подопытные Товарищи Но причем В интересе На самом деле Это люди Которым интересно И нам интересно И людям Которым интересно Не те Кто ждет фокусов А те Кто действительно Вот интересно И кто готов работать Вы видите Каждый раз Мы предлагаем Вам новое Домашнее задание Почему Потому что Все равно Надо чтобы Вы Изменились Вы Как Моресьев Ползли Потому что Иногда Особенно сейчас Весной Многие вещи Меня удивляют Вот есть люди Например Кому мы Вот просто Человек Обратился Мы видим Ну да Рвет Человека Да Если мы сейчас Уделим Внимание Нам там Пять минут Уделить Внимание Человека Можно стабилизировать И мы раз Человека стабилизировали И потом Смотришь Ему сказал Что делать И понимаешь Если человек Адекватный То он делает И он выходит В здоровую жизнь Никаких проблем То есть вообще Проблем мы не видим А при этом Человек начинает Раскачивать Качели Мне хорошо Мне плохо У меня это Я теперь это принимаю Я об этом думаю А дела нет Качается А дела нет И ты понимаешь Пустота Иди работать Пустота И знаешь Я на самом деле Очень сильно В последнее время Задумываюсь Насколько хорошо Что у нас занялись Тунеядцами Вот казалось бы А я кстати Об этом тоже Столько крика Сколько гублей Как на самом деле Как это важно Это такая Здоровительная процедура Для общества Я бы еще всех Тех кто Уклоняется И пытается заплатить От правил А еще обращается С депрессиями С паническими атаками И так далее В зеленструе работать Привыкли Вот просто привыкли На самом деле Это религия Такой Распространила Такую программу Что Вот именно Должны Бог же должен Должен заметить Должен дать Должен наказать Должен погладить Вот должен Должен Вот просто Вот это должен Сделало человека Ленивым Настолько ленивым И тупым Что он просто Атрофировался И он не хочет работать Даже если он работает Да Вот как допустим Там То он В церкви С религией То он служит Он служит То есть Он не сам Хочет Самому интересно А он служит Как собачка Хозяину Служит И выполняет Эту работу Да Но эта работа При этом Как только хозяин От него отвернулся Он сразу Это отлынивает То есть Ну такая ложь И вот Распространителем Лжи этой И лени Является религия Религия И при этом Смотри У человека Какая ложь У меня работа Я прихожу на работу Считаю там цифры Десять раз пью кофе За день Или я там Посмотрите Всю вот эту бюрократию Административную И Вы хотите Чтобы у вас Не было панических Атак Чтобы у вас Было крепкое здоровье Чтобы вы Были счастливы Чтобы Чтобы Пришла весна А еще половину Женщин успевают Переругаться Модели поведения Какие-то Манипулятивные Как они с клиентами Общаются Так они это В семью приносят И так далее Ну и где ты Хочешь быть здоровой Хочешь быть здоровой Вон Иди в Зелентрест Зеленстрой Озеленяй улицы Копай Вместо наркотиков Едь на лесоповал Вали деревья Навалишься деревьев Тебе уже не до наркотиков будет Самая лучшая профилактика И кстати В Беларуси опять-таки Вот это осуждаемое людьми А это правильный подход Подростков Трудотерапия Работать Работать Ну если подросток Не пошел Ни в спорт Ни в какие-то Занятия Да Если родители Ну не направили Вот родители Настолько Пусты сами Что не умеют С ребенком дружить То конечно Трудотерапия Подростку Тогда мозги будут заняты Не будет бездельником И будет Не будет ни мысли О суициде Ни о наркотиках Ни о чем не будет Иди работать И когда тебе приходится Это объяснять Взрослым людям Которые просто Вот Интересно Ты человеку Даешь возможность Ты Да Покарми Ты там должен Пройти Вот Этот кусок Так Вот Ты снес эту информацию Даешь человеку Возможность Напиши Другой вариант А человек Вместо этого Лежит Лапки Как этот Джук Навозник Который на спину Положил И дрыгивает Лапками Переверни меня Переворачивайся И ползи Читай книги Школьную программу Борис Полевой Повесть о настоящем человеке Либо ты будешь человеком Либо ты не будешь человеком Просто каждый раз об этом Вот Кто делаешь Смотришь на это И думаешь Блин Ребята Время пришлось сеять Идите сеять Вот конкретно Идите сеять От этого пользы Больше будет Чем от того Что вы будете Лежать на спине И дрыгать лапками И жрать таблетки Но при этом Ты знаешь Если ты посмотришь Вот просто Припаркуешься Возле поликлиники И посмотришь Кто туда входит И выходит То вспоминаешь 19-й год Как он нужен Да Он просто Невероятно нужен И его повторение Тоже надо Потому что Не все Почистила Не все Помыла Грубо Но факт Но тогда Надо возвращаться К тому Что пенсионеров Надо назад Брать на работу Тех Кто трудоспособен И так далее И создать условия Для того Чтобы работали все Тогда они будут здоровы И тогда Не нужны будут Столько поликлиник Но это факт Итак До встречи Друзья Сегодня 18 часов